Готовы, поэтому я объявляю заседание ученого совета открытым. Сегодня состоится защита докторской диссертации Мажуга Александра Георгиевича. И это защита, значит, название диссертации «Дизайн и синтез бифункциональных ауэльфильмов органических элегантов и кондиционных соединений на их основе для биологического применения». Официальные оппоненты по этой диссертации академик РАН профессор Олег Георгиевич Семяшин, доктор химических наук Кочетков Константин Александрович и доктор химических наук профессор Орецкой Татьяна Семеновна. Я хочу обратить ваше внимание, но вы уже все прекрасно знаете, что диссертация будет защищаться по двум специальностям, по биорганической химии и органической химии. Это, в общем-то, событие экстраординарное для нас, и поэтому оно обсуждалось на обеих кафедрах, и на кафедре делались доклады, представления, выносилось решение и на кафедре органической химии, и на кафедре химии природных соединений. В связи с тем, что диссертация защищается по Оргум-специальностям, то в наш совет приглашены, и в любезно согласились участвовать в заседании нашего ученого совета, еще пять специалистов по органической химии. Это доктор химических наук профессор Бумагин Николай Александрович, с кафедрой органической химии и химфака Сергей Кутеримонович Громов, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН из ЙОХА, доктор химических наук Тамара Степанова Кузнецова, тоже с кафедрой органической химии и химфака, доктор химических наук профессор Нинаидович Валентин Георгиевич, тоже с кафедрой химии и нефти органического катализа химического факультета МГУ, и пятый дополнительный член совета Юрий Васильевич Томинов, доктор химических наук, профессор также из института органической химии. Так что я вас благодарю профессору на согласие участвовать в нашем совете, и теперь мы уже можем непосредственно приступить к защите. Александр Георгиевич окончил Московский государственный университет Манусова химический факультет в 2002 году, Затем окончил в 2005 году ученую аспирантуру химического факультета и в 2005 году защитил диссертацию кандидатскую. Так как работа Александра Георгиевича выполнялась на кафедре органической химии, то заключение нам представлено от этой кафедры о выполнении работы. Заключение подписано заведующим кафедре органической химического факультета МГУ, доктором химических наук, профессором, академиком Ран Зефировым, и заключение утверждено доктором химического факультета, доктором химических наук, профессором, академиком Ран Зефировым. По докторской работе Александра Георгиевича опубликовано 44 статьи, из них 29 в отечественнике, 15 за рубежными науками. Им выдано три патента, из них один народный, опубликовано 60 работ в материалах всероссийских и международных конференциях и симпульсов. Все документы, представленные Александру Георгиевичу и бюджетных совет, оформлены в соответствии с положением и подсуждением ученических документов. Есть ли какие-то вопросы по документам? Вопросов нет? Пожалуйста. Глубоко уважаемый Алексей Алексеевич, глубоко уважаемый член институционного совета. Поиск низковолекулярных модельных систем, способных осуществлять процессы синтетической и органической химии, с эффективностью сравнимых с биохимической чрезвычайно важной задачей. В природе процессы такого типа осуществляется благодаря присутствию металлоферментов, в активных центрах которых биометалл аккординирован такими донорными атомами, как сера, азот или кислород. Большая часть металлоферментов действует по принципу переноса электрона, как некоторые представлены на данном слайде. Поиск низкомолекулярных моделей активных центров природных металлоферментов является важной задачей, поскольку она позволяет создавать химические катализаторы, которые будут обладать свойствами ферментативных. Таким как высокая субстратная селективность, исключительная селективность, а также стереоспецифичность процесса. При синтезе таких низкомолекулярных моделей очень важен правильный подбор полидентатного элегантра, который отвечает за всевозможные характеристики, получаемые в модели. А именно, координация иона металла, возможность наполнительной координации молекул субстрата, потенциал окисления и восстановления по иону металлу. Известно, что в природе для окислительного восстановительных металлоферментов, например, для фермента ингольдоктаза, в активном центре присутствуют два медсодержащих фрагмента. КУА-центр отличается от донированных электронов КУЗ-центров, где и происходит сама каталитическая реакция. Нами впервые предлагается использовать отцепенцию при функциональных аурофильных органических элегантах, координационных соединений на их основе, на поверхности золота. Где золотой электрод будет являться центром, который ответственен за донирование электрона. Также достоинством данного метода является то, что возможно контролировать степень кисления металла на поверхности. Известно, что металлоферменты локализуются как на поверхности клетчатой мембраны, как и встроенной в нее. Для моделирования активных центров металлоферментов, встроенной биологической мембраной, нами используется подход по получению самоорганизующихся монослоев серосодержащих соединений на поверхности золота. Самоорганизующиеся монослои – это архитектура органических молек, которые спонтанно образуются за счет отсорбации на поверхности из газовой базы или из раствора соединений, имеющих специфическую активную группировку. В нашей работе в качестве такой группировки были использованы серосодержащие соединения. И среди возможных взаимодействий субстрат от сорба, химическая отсорбация наибольше привлекает внимание исследователей. Это связано с тем, что образующиеся тонкие пленки потенциально могут владать широким спектром полезных свойств, такие как биологическая активность, фотохимическая активность, сверхпроводимость, атлетическая активность, а также транспорт, заряд. Почему же серосодержащие соединения золота? Прежде всего, образуются упорядоченные слои, и мы можем использовать различные производные серосодержащие, такие как теулы, сульфиды или десульфиды. Энергия эквивалентных связей серо-золота – 44 килокалории на моль. Золотые поверхности используются в большом числе электронных устройств, а инертность и биосовместимость золота позволяют использовать материалы на его основе в медицинской практике. Таким образом, нами было сформулировано новое научное направление, которое звучит как модификация поверхности золота координационными соединениями переходных металлов моделями активных центров металлофермина. А целью работы стало получение низкомолекулярных функциональных аналогов активных центров объяснений восстановительной, медь, обольтоники, содержащих металлофермина. Новое научное направление потребовало разработок методологии исследований, которая состояла в выборе оптимального органического соединения его синтез, синтез дискретного модельного координационного соединения, восстановление структуры модельного координационного соединения и изучение его физико-химических характеристик, синтез структурно-подобного бифункционального органического серосодержащего элеганта, отсорбция органических элегантов координационных соединений на его основе на поверхности золота, исследование свойств отсорбированных органических элегантов координационных соединений на их основе комплексом физико-химических металлов, сравнение свойств координационного соединения органического элеганта на поверхности и в растворе. При этом все синтезируемые нами в работе органические лекарды удовлетворяют следующим общим критериям. В них присутствует донорный по отношению к ионаметаллу фрагмент, серосодержащий группировка, которая отвечает за отсорбницу на поверхности золота, а также фрагмент линкера, который соединяет две части вместе. Помимо этого, большая часть работы посвящена исследованию отсорбницы белков на поверхности золота и изучению биологически активных полученных лекарды и организационных соединений на их основе. При выборе иона металлов мы, прежде всего, руководствовали с тем, что именно данные ионы чаще всего встречаются в активных центрах природных металлофрагментов, а также в связи с тем, что ионы меди, нигили и гобальта образуют наиболее устойчивые комплексы в соответствии с ряда Гирвинга-Уэллса. При выборе донорных по отношению к ионам металлов фрагментов мы руководствовали с тем, что в природных системах ион металлов координируют обычные остатки гиститина, метионина и циститина. Именно поэтому нашему вниманию было больше степени водонопроизводным иридином и медазолом, а также иминотеолом и различным элигантом А2С2 типа, аминосульфидом, иминосульфидом, и аминосульфидом. Данная модельная система интересна еще с точки зрения того, что образующиеся координационные соединения с ними имеют различные константы комплекса образования. При оценке функциональных моделей активных центров металлофрагментов мы руководствовали следующими критериями. Структурные критерии. Ион металла в комплексе должен иметь сходную геометрию с активным центром природного металла фермента. Электрохимические критерии. Чрезвычайно важна обратимость восстановления по иону металла, а также близость потенциала восстановления металла в модельном координационном соединении, а также способность координационного соединения окисляции восстанавливаться при потенциалах, не приводящих к разрушению монослона. Функциональный критерий заключался в том, что полученная нами модель должна катализировать реакцию аналогичной природному терминию. При этом создаваемые нами катализаторы как по структуре природных активных центров, так и по реакции, могут не иметь ничего общего с ферментами. В данном случае примитативный каталлиц скорее не объект моделирования, а источник людей, который помог нам создать более эффективные химические катализаторы. В соответствии с предложенной металлогией, на первом этапе нами был осуществлен синтез органических безнациональных регантов. Для получения регантов требований структурных типов были использованы следующие реакции, такие как восстановительное аминирование, модифицированные реакции тренки, реакции Виттика, реакции Митсуновы, каскадные гетроциклизации, карбодиамидный синтез, нуклеофильное присоединение к карбонидным соединениям, а также РОЭЦ алкелирование ароматических и гетерароматических субстратов. А в качестве исходных соединений были излучены десульфиды, содержащие терминальные амины, метрокси-группировки, а также атомгалогены. Первым этапом стал синтез легантов, производных амидазолой и перидином. Именно данные группировки чаще всего встречаются в активных центрах металлоферментов. Данные соединения были синтезированы нами с использованием следующей синтетической схемы. На первой стадии нуклеофильных центров алкелировали альфа-омитотекологен алкарами с последующим нуклеофильным замещением от амброма на атом 7. Альтернативным методом более приемлемого в ряде случаев стало алкелирование исходных соединений десульфидами, имеющими революционную терминальную группировку. Производные терпиридина получали аналогичный синтетический подход. А производные терпиридины, имеющие дополнительную ароматическую группировку, получали конденсации кренки с образованием соединений 15-16, с которых затем был получен Тиол-17. Все полученные соединения имеются в составе сироснижающую группировку для отзора циноповерхности золота, а также координирующего металла группировки. Кригандом М2 типа также относятся к производной Тиогидантаинов и их осалкированных аналогов. Тиогидантаины привлекают внимание исследователей в связи с широким спектром проявляемых ими биологической активности. Тиогидантаины входят в состав природных соединений, а также участвуют в различных стадиях их синтез. Для получения данных соединений существует четыре основных синтетических подхода. Первый и второй подходы наиболее удобны в препаративном плане. Они основаны на реакции изотиоцинатов с аминокислотой или сиэфиром, или реакции изотиоцината и тилоцитатов с аминами. С использованием данных способов была получена серия Тиогидантаиновых легатов 1840, содержащие различные заместители в третьем положении гетроцеллического кольца. Способ 2 оказывается наиболее удобным в препаративном плане и позволяет вводить различные амины в эту реакцию. Наличие нуклеофильного атома углерода в пятом положении Тиогидантаинового цикла позволяет вводить его в реакцию конденсации с ароматическими гетерароматическими аминокислотами в кислые или в основные среди. Помимо этого, нами были разработаны два альтернативных метода синтеза данных соединений, основанных на трехкомпонентной конденсации альдегидов изотиоцината тилоцитата и амина, или альдегид аминокислоты изотиоцината. Данные новые методы более препаративно удобны, открывая доступ к необходимым нам соединениям. С использованием данных синтетических подходов нами была получена серия Тиогидантаинов 41-65, содержащие как один Тиогидантаиновый фрагмент, так и два симметричных Тиогидантаиновых фрагмента. Наличие Тионной группировки в Тиогидантаинах позволяет алкилировать ее, что существенно расширяет координационную химию данных соединений. Нами была изучена реакция метилирования и с хорошими выходами были получены соединения 66-105, представленные на слайде. Также исходные соединения были введены нами в реакцию алкилирования этилового эфиромбромоксусной кислоты с образованием соединений 106-109. Тиогидантаина, содержащий два симметричных фрагмента, перспективно для моделирования активных центров биятерных металлоформентов. Нам удалось осуществить данную реакцию препаративной, с хорошими выходами были получены соединения 110-129, представленные на слайде. Наш интерес к Тиогидантаинам прежде всего связан с изучением их координационной химии. Причем, если в литературе встречаются немногочисленные примеры комплексов с незамещенным Тиогидантаином, то комплексов с алкилированными производами в литературе не встречаются. Все полученные элеганты были разбиты нами на три структурных типа. К типу 1 относятся неалкилированные по этому серопроизводные, к типу 2 относятся Тиогидантаина, содержащие метильный, или остаток этилового фербромокса, нагислоты при серии. К типу 3 относятся Тиогидантаина, содержащие два симметричных фрагмента. Всего было получено порядка 60 координационных соединений, 15 из которых удалось бы реализовать данные метиленоструктурного анализа. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, при взаимодействии 5 передел метиленозамеченного в 2 Тиогидантаина с флоридом Кобальта, по данным рентгеноструктурного анализа, нами было получено координационное соединение, где атом Кобальта координированным четырьмя атомами азота. Геометрия легарного окружения исхоженная гетроэдрическая. Полученное соединение было изучено нами по помощи электрохимических методов. Восстановление МИД-2 в МИД-1 является обратимым, что свидетельствует образование на данной стадии устойчиво ванион-радикалов. Подобные соединения могут являться квитализаторами алкилирования трудноалкилированных соединений. А близость с расстояния связи Кобальт-Н в координационном соединении и в серии коферментов на базе структур губоламина делает данный класс соединений перспективными для изучения реакции трансметилированных. Что и было показано нами на следующем этапе работы. При добавлении бутилреатина в электрохимическую ячейку наблюдается образование пикового становления, отвечающего новому соединению. Таким образом, координационное соединение может являться низкомолекулярным аналогом к серии коферментов на основе витамина В12. Координационные соединения, содержащие леганды второго структурного типа, были также изучены нами при помощи метрофингена структурного анализа. Во всех случаях были получены комплексы, в состав которых входил один фрагмент леганда и один фрагмент неорганической соли. Геометрия легандного окружения во всех случаях казалось искаженно это траэдрическое. А детальный анализ геометрии координационного соединения показал, что возможно дополнительная координация кислорода по атому кобальту. Подобно кобальт, содержащему миоглобину, который участвует как переносчик кислорода, в нашей координационной соединении может также участвовать в реакции переноса кислорода или быть метализатором различных реакций окисления, что и было нами проведено дальше на модельной реакции окисления норбардена, до соответствующих оксидах, в присутствии координационного соединения, а также различных окислителей, таких как фидозы, бензол, перекись водорода и закись азора. Также в реакциях окисления использовалось закрепленное на полистироле структурно подобное координационное соединение. Расцеляя панель изучаемых алкенов, мы ввели в эту реакцию циклогексенорабарненогексенодин. Во всех случаях были получены эпоксиды с хорошими выходами. Следует отметить, что в случае использования эквивалентно закрепленного катализатора на полистироле выхода эпоксидов лучше, а данный катализатор более удобен в препаративном клавиже, позволяет легко его отделить от реакционной смеси. К легандам структурного типа 2 также относятся соединения, имеющие остаток промоксидной кислоты при атоме сер. Однако при исследовании комплекса образования данного соединения было выделено координационное соединение необычного строения. По данным рентгеноструктурного анализа произошло дезалкилирование с образованием анионного тюгидантаинного леганта. Каждый атом медиа координирован двумя атомами азота, перединового и мидазолонового кольца, атомом серы, также по данным ростовской структуре присутствует мостиковый хлорид йог. В природе существует фермент энгооредуктаз, в активном центре которого каждый атом меди также связан с двумя атомами азота и стекиновых остатков с одним атомом сером. А сравнение длин связи в активном центре фермента энгооредуктаза, полученного на микроэнтенционном соединении, свидетельствует об их близости. На следующей стадии мы изучили реакцию превращения оксида азота в азот на модельную реакцию окисления трефимилфосфина и трефимилфосфиноксид. В случае использования упомянутого ранее координационного соединения выход эпоксида составлял 100%. Таким образом, мы можем сказать, что нам было получено структурно упрощенная модель активного центра данного фермента. К легандам структурного типа 3 относятся теогенантаин, имеющие два симметричных фрагмента. К нами была изучена проординационная химия данного класса соединений, и по данным рентгеноструктурного анализа нами были выявлены комплексы необычного строения с разными степенями окисления иона меди. По данным РСА геометрия легандного окружения меди-2 детраэдрическая, а меди-1 тригональная. Таким образом, нами был найден новый способ спонтанного получения смешанного лентных комплексов меди на основе легандов ряда 2-ти ионатарина. Принимая во внимание биомиметическую активность полученных комплексов, мы перешли к изучению их биологической активности. В качестве модели был выбран фермент теломераза, фермент, добавляющий особо повторяющиеся последовательности ДНК на участках теломера. Теломераза экспрессируется в более чем 80% опухолевых клеток, что делает это перспективное мишень для создания агентов, химитаритических агентов, направленных на антираговой тропии. Исходя из геометрического строения 2-ти ионатарина, а также присущим электронному характеристику, было предположено, что данный класс соединений может моделировать структуру Ж4-клодоплицы, локализующихся на концах теломерных клеток и эукариотов. Для подтверждения мы провели исследование по ингибированию теломеразной активности методом облификации добавленных в теломерных повторах. Было изучено соотношение структуры активности. Некоторые данные представлены на этой таблице. Было найдено соединение лидера, обладающего наилучшей активностью, в котором необходимо наличие аллильной группировки в третьем положении, перидинового заместителя в пятом положении, а также мостика, снижающего два атома углерода. Для соединения лидера были проведены дополнительные эксперименты по ингибированию оперирующих на ТНК-фермет, которые свидетельствуют о селективности полученного нами в комплексе. На следующей стадии мы исследовали вот этот токсичный стандартный метод МТТ на различных клетчных линиях, которые свидетельствуют о получении схожих результатов и значение С50 находится в пределе от 2 до 4 микроболит. Для выяснения механизма действия противопухолевоактивности полученного комплекса с использованием методов флюоресцентной микроскопии нами было изучено накопление полученного комплекса в ядре. Уже через 15 минут координационное соединение локализуется в ядре, а данные по ингибированию тунмираза и данным по МТТ-тесту, тестов в соответствии с полученными данными, делают его перспективным для дальнейшего исследования. Среди полученных описанных координационных соединений метод известны лишь ледничные примеры локализации комплексов в ядре, что делает нами класс перспективным для разработки молебнов с противопухолевой активностью. Другим типом изученных нами элегантов относятся производные НС и Н2С2 типа, которые были разделены на амино-2 структурный типа, элеганты НС типа производные эмино-теолу, и элеганты Н2С2 типа производные амино, амида и эмино из сульфина. В литературе встречаются примеры получения только лимфатических производных данного класса соединений, используя также для моделирования активных цепков металлоферментов. Однако нами показано, что координационная жесткость леганда очень важна для получения координационного соединения с правильными нужными нам характеристиками. В связи с этим полученные нами леганды содержали следующие структурные мотивы, алифатические цепи, а также конформационно-жесткие ароматические кольца. На первом этапе были получены производные тезолидина, реакции соответствующих ароматических или гетерароматических перпекидов сорта амино-теофенолом, амино-этантиолом, цистином или метиловым эфиром цистиным. Для синтеза серосодержащих производных была проведена трехстадийная процедура, на первой стадии которого 4 гидроксиданализогиды алкилировали алифомикодипелоген алканами, на следующей стадии атомброма и ноклеофина замечалась на атом серы. На последней стадии проводилась реакция с ортамино-теофенолом, с образованием производных, содержащих как серосодержащую группировку гидроксиданализогидов на поверхности золота, так и хилатирующую ионметаллогруппировку. Расширяя панель излучаемых легагентов, мы перешли к синтезу производных М2С-2 типа. Первым изученным классом соединений гидроксиданализогидов в присутствии этилатонад. А циклический диаминобис сульфита получали реакции с ароматическими или гетерароматическими альтепидами. А для синтеза структурно подобного серосодержащего алиганда использовали реакцию серосодержащего альтепида с упомянутым ранее диамином. Алиганда М2С-2 типа циклического ациклического строения ряда диаминобис сульфитов получали про разработанные методики на основе диетиловой фермалуновой кислоты и его взаимодействие с диаминами в условиях нагревания или с аминами в условиях микролуновой активации. Для синтеза структурно подобного серосодержащего алигана использовали синтетическую схему представленную на слайде на последней стадии которой атом брома нуклеофил менялся на атом серы. Для синтеза циклических диаминобис сульфитов содержащих биссульфитный фрагмент использовали реакцию диаминов с диклорангидридом полученной риганда N2S по типу относящихся к диаминобиссульфитов. Для синтеза данных соединений было разработано две синтетических схемы основаны на реакции кросс-сочетании дигалогенидов с диаминами однако данный способ не позволил получить диаминобисссоединение с хорошими выходами. А также по разработанной методике основанной на реакции восстановления амидов диаминов и с последующим аллокимированием дигалоген-алкан была получена серия ригантов данного структурного типа. Далее мы изучили реакцию комплекса образования с полученными комплексами. Рассмотрим некоторые из них. Так, при реакции ациклического диаминобиссиола с флоридом никеля образуется координационное соединение в котором геометрия гиона никеля плоскоквадратная каждый атом никеля связан с двумя атомами серы и двумя атомами азотов. А близость длин связи полученными комплексами с близостью длинных связей в активном центре фермента ацетилкинзинсинтаз ацетилкингидрогеназа делает его перспективной структурной моделью. Известно, что данный фермент участвует в реакции переноса алкильной группы и нами было изучено то же самое в условиях электрохимической реакции. После добавления избытка бутилеодида в электрохимическую ячейку мы наблюдаем новый пик восстановления нового соединения тем самым доказывая, что процесс переноса алкильной группы возможен. А близость длин связи с активным центром данного фермента делает полученное координационное соединение в перспективной модели. Электрохимический метод анализа координационных соединений чрезвычайно важны при поиске систем имитирующих природную. В природных системах ион металла имеет обычный потенциал окисления и восстановления больше, чем для неорганических солей и комплексов с неорганическими элегантами. К нами были разработаны синтетические подходы к различным координационным соединениям, имеющим близкие значения потенциала окисления и восстановления. Исследованные структурные мотивы данных координационных соединений могут быть использованы в дальнейшем для создания таких моделей. А накопленный массив данных по электрохимическим потенциалам позволяет бы организировать потенциалы быстренького становления в комплексе. Таким образом, нами были разработаны синтетические подходы к рефункциональным аурафильным легантам и координационным соединениям на их основе. И следующей стадией нашей работы стало изучение консорбции на поверхности золота. Процесс абсорбции на поверхности золота можно представить в двухстадийный процесс. На первой стадии которого происходит взаимодействие теола или сульфита с золотом с сохранением связи СС или САШ в данном случае. На следующей стадии происходит элиминирование водорода с образованием ковалентной связи серо-золота. Также в нашей работе мы исследовали абсорбцию на поверхности наночастиц золота. Наночастицы золота были получены либо методом Гуртургевича, основанное на восстановлении золота, хористатуродной кислоты, цитратом натрия, где цитрат натрия является восстановителем, так и стабилизатором, либо методом Бруско-Шифрена, где в качестве восстановителя использовался горгидрит натрия, а в качестве стабилизатора теола. Для оценки степени исполнения поверхности исследовали зависимость углов натекания капель воды на поверхности модифицированных нами нашими легантами под время. Так во всех случаях происходит постепенно уменьшение значений горовых углов, что свидетельствует о гидрофилизации поверхности, а также о ее заполнении. Система на основе наномеханических антилибров используется в настоящее время для создания химических и биологических сенсоров. Также данные системы были использованы нами для оценки модификации поверхности золота. Так, при модификации поверхности золота теола, содержащих полученных в реакции 2-перидинграбельтегидов и 4-амино-теофенол, первоначально происходит положительное отклонение микробанки. Данным методом также возможно изучить процесс координации ионов металлов на поверхности, что и было показано нами при помощи электрохимических методов. Метод циклического альтопериметрии также очень важен для оценки степени заполнения поверхности ее модификации. Так, например, для леганда ряда Т-перидина было показано, что первоначально происходит абсорбция поверхности золота за счет донорных атомов азота Т-перидиновых проблем. Их затем происходит переориендация монослой с образованием хворяной связи серо-золота. Данные по циклической вольтамперометрии, а также в совокупности с данными по изучению кроевых углов натекания, позволили определить оптимальное время выполнения поверхности золота, которое составило 3 до 20 часов. Электрохимические методы позволяют также изучать и процесс комплекса образования протекающей на поверхности. Так, для леганда ряда диамидов без сульфидов нам было показано при помощи электрохимических методов, что возможна координация иона меди, о чем свидетельствует появление волны на циклической альтоперимограмме, отвечающей восстановлении меди-2, меди-1. В качестве критерия сравнения модельного координационного соединения в растворе и его аналога на поверхности была использована величина потенциала окисления восстановления иона меди в составе растворенного комплекса с модельным леганом и аналогичного комплекса, адсорбированного на поверхности. Во всех случаях были получены идентичные значения величин потенциалов, что содействует достроению одинаковых координационных соединений, как в растворе, так и на поверхности. Отметим также, что неважно каким способом получать монослой, предварительной адсорбцией серы, содержащей элеганты на поверхности, и затем его модификации ионами металла, или же получение заранее готовой металлокомплексной поверхности, и затем ее адсорбцией на зону. Потенциалы окисления в восстановлении в том и в другом случае оказались идентичными. Предложена нам металлогия была проиллюстрирована на примере моделирования активного центра метрит-редуктаза с использованием элегантаря-тилбидомталин и при помощи электрохимических методов. Была доказана его адсорбцией на поверхности золота. Также был изучен процесс комплекса образования на поверхности золота. На следующем этапе, после восстановления иона мети-2 до мети-1 и добавления метрит-иона при помощи электрохимических методов, нам удалось зафиксировать образование ЭНО, что свидетельствует о том, что полученное нами ссорбированное электротик может являться функциональной аналогом активного центра фермента метрит-редуктаза. Помимо закрепления модели активных центров металлов ферментов, мы перешли к изучению адсорбции ферментов. В качестве модели была выбрана рекомендантная люцифераза светляков, которая была адсорбирована на монослой, состоящий из комплекса чередамовой кислоты сиом-минукой. Было показано, что одна молекула фермента занимает в площадь порядка 600 квадратов на метр. Предложенный метод может быть использован для иммобилизации геосидин, содержащих белков на поверхности золота. Следующим этапом нашего исследования стала адсорбция бифункциональных парафильных легандов и комплексов на их основе на поверхности наночастиц золота. Оптимальным для середины наночастиц золота является метод, основанный на реакции бруста-шифрена. Для этой цели была получена серия наночастиц, содержащих органические бифункциональные леганды, некоторые из которых представлены на слайде, спектральные характеристики, а также данные по размеру суммированной приведенной таблицы. Следует отметить, что были получены частицы с размером от 2 до 10 нм, достаточно густым распределением по размеру. И мы перешли к следующей стадии изучения их реакций комплекса образований. Так, при взаимодействии наночастиц золота с ассорбированным легандом ряда ДР-беридина было показано образование сферических агрегатов размером 100 нм при реакции с препаратом мети. Данные сферические агрегаты состояли из наночастиц сходного размера и были соединены с другом за счет координационного взаимодействия. Далее эти агрегаты были изучены нами в реакциях катализма. А при использовании заранее синтезированного координационного соединения и его адсорбации на поверхности золота происходит образование агрегатов преимущественно димерного размера, что было показано нами на примере, что было подвержено нам при помощи просвечивающей электронной микроскопии. Расстояние между двумя частицами соответствовало расстоянию, которое мы получили при помощи квантово-механических расчетов. Таким образом, нами были разработаны два подхода для синтеза агрегатов на основе наночастиц. При использовании наночастиц, содержащих заранее адсорбированные элеганты и их взаимодействие с наночастицами, происходит образование сферических агрегатов. А при использовании заранее полученного координационного соединения и затемного адсорбации, происходит образование агрегатов преимущественно димерного строения. Полученные материалы были изучены нами в катализе. Так, например, для наночастиц золота, содержащих элегант терпиритиного типа, и его комплекс одноварентный метил, была изучена реакция окисления производных фенолов до производных бифенилов. Каталитические свойства были изучены на модельной реакции окисления 2,4-детретгутилфенолов. Было получено производное бифенило, и следует отметить, что других продуктов окисления не было выдавлено, хенолов или гидрохенолов. Таким образом, предложенная методология может быть использована для моделирования различных активных центров металлоферментов и использования их в катарисе. Помимо мобилизации полученных частиц на поверхности структурных аналогов в активных центрах металлоферментов на поверхности наночастиц, нам была исследована мобилизация биомолекул на поверхности наночастиц. Однако в данном случае использовались наночастицы, содержащие магнитное ядро и золотую оболочку. Данный материал находит применение в различных областях науки и техники, медицины, для магнитной сепарации, гибертермии или адресной доставки лекарств, а золотая оболочка позволяет защитить магнитит от окисления, также позволяет модифицировать его синтезированными нами бифункциональными серослежащими элегантами. Также известно, что золото билось вместе. Полученные материалы синтезировались со осложнением солей железа 2,3 в присутствии аммиака. На следующей стадии на поверхности магнитита наносили аурум-4-анионы, это тетрофлороурат-анионы, которые были восстановлены цитратом натру. Также нами была разработана процедура очистки полученных материалов. Полученные наночастицы были характеризованы комплексом физико-химических методов, включающих электронную спектроскопию, микроскопию, динамическое светросеяние и так далее. Средний размер наночастиц составил порядка 30 нанометров. На следующей стадии мы пришли к модификации поверхности золота серии серосодержащих соединений, представленных на слайде, имеющих терминальную, карбоксильную или аминных группировку. В качестве модельного белка был выбран химотрепсин. Активность химотрепсина может быть легко измерена с применением отработанных методик и различных подходов. Для его иммобилизации использовали карбодиамидные методы в присутствии гидроксициномира. После характеризации полученных наночастиц было показано, что происходит уширение размера распределения наночастиц по размерам, что свидетельствует об образовании димерных агрегатов. Мы пришли к изучению ферментативных реакций на поверхности с использованием следующих субстратов. Во время экспозиции эволюционной смеси в магнитном поле наблюдается ингибирование ферментативной реакции. В случае использования липоевой кислоты наблюдается уменьшение активности в плотно 60%. Обнаруженный эффект может быть использован для исследования динамики и сценария биохимических реакций, при объяснении эффекта влияния слабых магнитных полей на живой организм, для адресного достатка терапевтических лекарств, терапевтических молекул и диагностики болезней. На заключительном этапе нами были разработаны практические подходы с использованием разработанных металлоков. Известно, что наночастицы металлов широко используются в различных властях новой техники, однако они не используются для нужд-роматографии, концентрирования и разделения. К нами были получены материалы на основе неорганического носителя и наночастиц металлов, модифицированных органическими легантами, а они были использованы в качестве стационарных фаз для высокоэффективной жидкостной хроматографии. В ряде случаев полученные сорбенты предварительно модифицировали силанами, содержащие терминальный номер капты и аминогруппы. Наночастицы золота получали медным туркевичей, по размеру составили 10 нанометров. На последней стадии проходила модификация наночастиц золота с серосодержащими сейтами. Данные атомоаксорбционного анализа, полученных сорбентами, позволяют оценить количество золота, нанесённое на поверхность, которое составило от 60 мкг до 10 мг на 1 г носителя. Данные сканирующей электронной микроскопии позволяют оценить стилинезаполнение поверхности носителя. Так, в случае немодифицированного силанами силикогеры наблюдается распределение наночастиц золота островками, а в случае модифицированных образцов наблюдается больше распределения, больше исполнения поверхности. На следующем этапе за счёт самодействия сиро-золота было изучено адсорбция цистина, метилового эфирацистина, бычего ссылочного альбумина, а также онкомицин. В качестве модели были использованы серии бета-блокаторов в виде рацемата, такие как амопренолол, атонолол, лабетолол, митопролол, окспренолол, фентолол. Для разделения использовался обращенный фазовый ряд кушахат с использованием фосфатного буфера с добавлением ацетонитрила в качестве лебеда. Хромографические параметры полученных саббеток представлены на следующем слайде. При использовании вычего ссылочного альбумина в качестве модификатора наилучшее разделение наблюдается для анодолола и метопролола, а при использовании григоэктидного антибиотика амопренцина наилучшие результаты были получены для анодолола, бентолола, метопролола и окспренолола. Полученные результаты показали, что синтезированные подвижные фазы на основе смегагилиса и мобилизованного вычего ссылочного альбумина в анкоменцину могут быть использованы для разделения серии бета-блокатов. Для дальнейшего применения необходимо оптимизировать время удерживания и улучшить разрешение бига. Однако уже сейчас полученные фазы могут быть использованы для анализа реальных образцов лекарственных препаратов, что и было показано. Таким образом, были разработаны подходы к синтезу бифункциональных аурафильных лекарств координационных соединений на их основе. Показано, что такие координационные соединения могут быть использованы для моделирования функций и структур природных систем. Найдены материалы, обладающие каталитическими и сеперационными свойствами, а также ряд соединений, обладающих биологической активностью. В заключение, хотел бы сделать выводы, представленные на слайде. И спасибо большое за внимание. Спасибо. Пожалуйста, по-возьму вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое, что это очень интересный договор. Помогите мне устранить в пробел метрознания, которые у меня есть и которые я задавал у нас в лабораториях, где я очень много занимаюсь золотом, потому что я имею в виду вопрос. Именно по химии. Вообще, сегодня у нас так много народу, придется вот походить сюда. Давай попробуем, что вы еще слышите. Слышите? Да. По-групче. Я как скажу, могу выйти, могу. Я могу суть позвольствовать. Речь идет о... Присните вопрос, что я задавал специалистам, которые работают золотом. У них даже несколько обзоров я удивился в Кемплососайдер-ребью и Пакт-2.25. И они не смогли ответить на четкий вопрос. Какая же химия присоединения тел содержащих соединений к золоту? И у вас, в начале доклада, перед тем, как задача, у вас было на слайде аугу плюс к золоту, вот, в другом месте у вас было просто аугу. И вот здесь выбирать у вас на странице 30-й процесс химической источницией теола, где сульфитом на пальце золото, можно представить как окислительное присоединение теола к золотой поверхности. Значит, все-таки, давайте проясним аугу плюс или аугу ноль, и дальше происходит окислительная цивилизация. Ну, вообще, в реферате написано правильно. Процесс присоединения теола может представить как окислительное присоединение теола к золоту, с восстановлением мальвинированного водорода. В литературе существует мнение, что связь серо-золото, она ковалентная, она не плюс гриба, но это сульфид Д. Да, это сульфид. Это только происходит в поверхностном слое. Это происходит за счет того, что серо имеет очень большой срасток золота, энергии связи 44 килокалорий на моль. Если мы сравним, то вот самая прочная связь, это ртуть серо, а следующая по прочности идет в золото серо. Движущая сила здесь, это именно большой срасток связи серо-золото, и это происходит только в поверхностном слое. Понятно, что золото не распространяется в теологии в серо-золоте, но поверхность золота модифицируется именно на счет этого. Мы считаем ковалентную связь с серо-золота. Если у нас есть золотые коробки, то в принципе они уже все покрыты серо-золотом. Я еще добавлю то, что было доказано, что происходит выделение водорода массо-климатические методы. То есть водород фиксирует. Спасибо большое. Так, пожалуйста, еще раз у вас. У меня один короткий вопрос как оппонента. Дело в том, что мне сразу не пришлось голосу вас об этом спросить. Вот у вас ряд катализаторов, довольно эффективный катализатор окисления. Не происходит ли, или где-то может быть вы наблюдали на каком-нибудь из примеров окисления сульфидного хвоста или, так сказать, иольного? Было ли это? Наблюдалось ли? В ряде случаев действительно мы наблюдали окисление бассерия, с образованием, соответственно, с сульпоксида. Да, какой был? Это очень существенно и хорошо, поскольку это окисление вас наверняка не наблюдает в случае золотых поверхностей, в случае самих ряда. Тогда вот этот вот нанесенный на золото катализатор можно использовать как сульфидный катализатор окисления сель. Это особенно важно потому, что, в принципе, проблема для получения хороших каталифических систем, которые позволяют ему получать сульфоксиды, это, в общем, довольно серьезная задача. Не более, что сульфоксиды, как известно, существуют в хиральной форме, и поэтому по известной модификации ваших систем они могут оказаться хорошими катализаторами в получении хиральной сульфоксиды. Вот так я понимаю. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. У вас используется сочинение в качестве потенциального или даже реального инвитера тронеразы. Первая часть вопроса, почему вы решили, что он похож на квадрублекс? И второе, не может ли в этом слое проходить еще и на разрушение собой ДМК? Какие у вас вопросы? Для того, первая часть вопроса, что связано с квадрублексом, мы провели сравнение, качественное сравнение размера координационного соединения и наложение его на структуру же квадрублицы. И происходило так, что ароматические кольца, которые есть в нашем координационном соединении, находятся над ароматическим кольцем структур же четыре квадрублицы. Там же, также, где есть калиевый канал, генметалл, в нашем случае, находится ровно над калиевым каналом. Это было наше качественное инвитерирование. Но оно же ведь не жесткое, не связывается никак жесткое, потому что у вас концы могут отходить, но все-таки они значат. Нет, в случае координационных соединений с легандами ряда 2, они абсолютно жесткие. Конформационно жесткие, да. А в случае соединений, которые обладают с этой наибольшей активностью, мы предполагаем, что данное соединение моделирует два слоя квадрублица. Поскольку оно связано достаточно с конформационно-гибкой алифатической цепочкой, и есть ее металл в середине, мы говорим, что может встраиваться в структуру квадрублица, которая находится друг на друг. Что касается деградации ДНК и каким-то образом самодействия с ДНК, об этом не было сказано в докладе, мы провели дополнительные эксперименты, в нормальных условиях при 37 градусах координационной соединений не связывается и не деградирует ДНК, а при нагревании происходит деградация. То есть в нормальном условии. Так, пожалуйста, что я пишу. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы исследовали фантусские метрогенные катаписки, у вас пришиты были внутри химотрепсиды? Да. Значит, были ли там проблемы с диффузионными, где диффузионный отход продукта, и вы мерили по высокомолекулярным субстратам или на модели? Мерили активность химотрепсина на примере низкомолекулярных субстратов, представленных на слайде, содержащих остаток пара нейтральной вида, как раз по гидролизу в этом месте и судили, опять сказать, реакцию по появлению окрашенного продукта. Поэтому субстраты были использованы следующие. А по поводу отхода продукта и диффузионных проблем с этим мы не сталкивались. То есть индийские параметры примерно были как... Да. А стабильность... Ну, естественно, активность на поверхности наночастицы была меньше, чем активность просто в растворе, но это так достаточно часто происходит. А стабильность... Вы имеете уже с адсорбированной... А вы в чем-то выигрываете? Насколько, наверное, процентов упало, в данный момент? Знаете, вот это сравнение с ферментом, который уже адсорбирован. Мы, на самом деле, не сравнили с ферментом в растворе и с ферментом наночастиц. Это уже после адсорбции наночастиц. И самое основное, что мы здесь наблюдали, это ингибирование ферментативной реакции в условиях облучения электромагнитным полем. Спасибо большое. Вы знаете, честно говоря, в вашем таблине мне не хватило всякие таблицы растворимости ваших средений в воде. Вы говорите о моделях, имитирующих биологически активное средение. И о константах комплексовых заманов, например. Вообще, говорят, обычно они приводятся в водные средения. И геологические соединения тоже в большей части санкреативно в водных средствах. Вот вы могли бы сказать о своих арельных или алкельных производных качествах? А вот и растворимость? Растворимость координационных соединений, естественно, выше, чем синтезированных элегардов. Это было показано нами. Растворимость комплекса соединений обычно находится в диапазоне от 0,5 до 4 миллиграмм на миллилитр. На самом деле не так уж и плохо. А в том случае, когда в данный случай у нас были получены совсем нерастворимые соединения, мы использовали водорастворимую формуляцию и расслабили водородинку. И делали в диапазоне. И делали в диапазоне. Пожалуйста. В общем, какие новые реакции и препаративные модули разработаны в вашей работе, которые имеют такое значение в синтезе гетроциклических соединений? Препаративные. Для синтеза гетроциклических соединений было разработано два альтернативных метода диодонтайлов. Это трёх компонентной конденсации из атилоцинатов аминов или аминокислот или из атилоцинатов этилоцитатов альдегидов при аминокислот. Данные методы анонимы, они открывают возможность синтеза гетроциклических соединений вместо трёх стадийного синтеза в одной стадии, что, естественно, более препаративно удобно. Что касается других органических реакций, то, естественно, подходы, которые были использованы в нашем случае, они являются классическими подходами современной археологической химии. Но, тем не менее, несмотря на некоторую простоту химических реакций, в каждом конкретном случае происходила оптимизация условий. Таким образом, нам был сформулирован один из выводов, что была собственно общая стратегия синтеза бифункциональных серосодержащих элигантов, которые основаны найденным эфирическим путем, надежных методов синтеза и включают выборы структурных блоков, методов их создания, последовательности, способов получения. То есть, с нами были попробованы различные этапнотильные методы синтеза. Синтезы таких смешанных координационных соединений состава элигантов, КОПРОМ-2, ХЛОС-3. Я хотела бы вас спросить, на каком числе примеров показано спонтанное образование таких координационных соединений? Ну, и, может ли, какие перспективы этой реакции? Данная реакция чрезвычайно... Интересно, поскольку действительно она позволяет получать смешанный валентный комплекс меди. Для нас, первоначально, это было, конечно, большим удивлением. Но в настоящее время мы имеем массив порядка 15 координационных соединений такого строения. Мы изучили эту реакцию, и было показано, что на самом деле восстановителем иона меди-2 до меди-1, это пока наше предположение, является растворителем метанола. При его замене просто такого не происходит. Спасибо. Пожалуйста. На царусе безработица как органическая химия, это протокол. Сангелыч, а вот базовый метод получения на счет золота, это цитратный метод. Правильно я понимаю? Не всегда. Не всегда. Но вот, скажем, выбором, а на чем основа? Там, если сравнивали гидрозиль, бургидритраты, ритрифинопосфиль, гидрохидон. Вот были какие-то предпосылки? Вообще, цитратный метод позволяет получать, вот все очень просто, цитратный метод позволяет получать водорастворимые частицы. То есть мы получаем это реально гидрозолю в воде. И если у нас соединение растворимого в воде, то мы используем данный метод. Для синтеза наночастиц, манифицированных, синтезированными органическими дикантами очень длинную гидрозольную цепь и большой романтический фрагмент, мы использовали метод бруста-щитрина, поскольку он протекает в органике. Он позволяет получить наночастицы, ну, в тыловые. Что, естественно, вот эти, прежде всего, будут в основном. Пожалуйста, значит, вы переходите, можете представляться. Вы можете не представляться, потому что у нас ведется видео на пределе. Ну, а все потом это дефицировать. Пожалуйста. Вот у вас в вашей работе есть полиперидильные соединения, алилидиновые производные гидрозоли, они, в общем, высокосопряженные системы. Какие системы довольно часто легко фрюристировать? Вот исследование вы фрюристентные свойства получили в ваших соединениях? Фрюристентные свойства получены как легаметры, они действительно фрюристелят, но не очень интенсивны. И квантовый выход очень плохой, поэтому эта работа, естественно, будет продолжена, поскольку нам были получены леганды, содержащие дополнительные фрюристанты, которые в трех положений. Пластолина, адрацена, фрюристы. Поэтому эта работа идет. Вот в настоящий момент детально не изучался. Первый вопрос технический совершенно. Вы предполагаете иммобилизовать белки, скажем, потому что координация инститина. А природные цистеины в белках не будут просто связываться с частицами золотыми мимо этой ножки. Это первое. А второй вопрос очень стратегический такой. А чем обусловлен выбор биологической модели металлоферментов? Он был какой-то направленный или нет? И не планировали ли вы замахнуться на что-нибудь великое, вроде, например, фиксации азота или фотосинтеза? Спасибо. А что касается... Первый был выбор... Нет, первый это про цистеин. А, про цистеин, я не знаю. Вообще, в принципе, когда мы модифицируем поверхность золота-серосодержащим соединением, есть, возможно, вытеснение одного теола другим, например, цистеин. Да, такой процесс возможен. Но в ряде работ говорится о том, что почему мы стали разрабатывать методы основанных гистидений. В ряде работ говорится, что если сорбировать фермент, белок на поверхность золота за счет взаимодействия цистеина-золота, сильно ухудшается его активность. Видимо, вот это информационное просто происходит изменение, что влияет таким образом на активный центр. А в случае, когда мы используем ферменты, содержащие при достатке шести гистиденов, естественно, когда мы не затрагиваем активный центр, мы можем так и визуализовать. А что касается выбора моделей металлоферментов, на которые мы ориентировались? Мы ориентировались, прежде всего, на те ферменты, на которых существует мало моделей. Например, если мы говорим про металлоферменты, модели галоксидаз, локас и другие деметры, очень много, стойко. Например, для фермента этого редуктаза, всего три здесь, три примера в литературе, которые говорят о очень модели, и они не очень много эффективны. Поэтому, прежде всего, мы у вас здесь видим. Пожалуйста, где еще? Короткий комментарий по поводу микроволновой активации. За счет чего происходит? Почему это происходит? Я же, я же, я ожидаю этого вопроса. В принципе, я не буду перестать, в принципе, когда магнитное поле действует на наночастицы, возможно, два альтернативных варианта. Нейлевская релаксация, когда у нас проворачиваются магнитные моменты внутри частиц. И это основано, например, при использовании гипертермии. Или бромовская релаксация, когда происходит поворот всей частицы вместе. Мы предполагаем, что когда у нас фермент закрепленный между двумя частицами, и происходит либо вращение, или, скорее всего, вращение этих частиц, а еще бромовская релаксация, нарушается строение активного центра. И тем самым происходит ингибирование реакции. И были показаны уже моими коллегами на кафедре химической энзимологии при помощи методов квантового моделирования, что действительно небольшие усилия... Мы же закрепляем фермент за счет аминогруппы, а там есть по 4 аминогруппы, как бы на его концах. Если за них начать какие-то приводить нано-механическое воздействие, то изменяется структура этого центра. Это приводит к потере активности. Такое у нас есть. Вы получили очень интересный результат, когда вы сначала иммобилизуете на полотную частицу реганную, потом проходит комплекс организования, потому что получается круглого, а когда вы уже предорганизованы, такой комплекс смехи, у вас получается димерная частица с четким расстоянием между этими объектами. Это только эффект предорганизации, или вы какой-то другой комплекс может это показать? Как вы это не сможете сказать? Мы предполагаем, что это действительно эффект предорганизации, когда у нас при использовании наночастицы, здесь мы используем наночастицы со средним размером 20 нм, и они содержат порядка 80 гликантов ряда таргалитина на поверхности. Каждая частица. Естественно, когда мы говорим о мете, мы предполагаем, что именно за счет того, что образуются координационные соединения, можно получать такие сферы. Но чтобы показать, мы можем убрать ее от металла, например, от датарата, и они засыпаются. А если мы берем заранее готовые координационные соединения, естественно, здесь надо подбирать концентрацию, и все это очень много, от этого зависит. Тогда получаем соединение. Пожалуйста, еще вопросы. А больше вопросов больше нет, так что вы висетьте. Диссертация Александра Георгиевича была направлена на коррективную федеральное государственное бюджетное учреждение наук, это физиология активных веществ Российской Академии наук. Отзыв заслушан и утвержден на заседании ученого совета этого института. Отзыв положительный. Отзыв подписан председателем ученого совета института доктора химических наук профессора ученого-респондента Варан Бачулина и ученым-секретарем совета кандидатов химических наук Великой Хадьковой. Как я уже сказала, он висеть заслушан на заседании ученого совета протокол номер 3 от 14 июля до 13 июля. И отзыв утвержден директор этого института доктора химических наук профессора, член-корреспондента Варан Бачулина. Отзыв положительный, как я сказала, содержит замечательный. Следующего характера. Для ряда координационных соединений, особенно тех, которые были использованы для биотестирования, в работе не приведено строение координационных соединений в растворе. Вторая часть работы, связанная с исследованием индивирования теломераза, чрезвычайно интересная и актуальна. Одна, это следовало более подробно, исследовать механизмы действия на подразделениях. Третье. В случае электрокаталитической реакции и электрокаталитизируемой реакции под действием координационного соединения 196, было бы целесообразно провести препаративный электролиз в соблюдении образующихся соединиц. Четвертое. Исследование абсорбции серосодержащихся не приводится в данные о количестве абсорбированного вещества на полезность изолок. Пятое. Нумерация соединений в актуальнике не соответствует нумерации текста диссертации, что иногда меняет восприятие работы. Указанные замечания не меняют на общую высокую актуальку работы, которая является оригинальным, кондраментальным и заполученным исследованием. Материал работы достаточно полно отражен в интернете и опубликованных статьях. Указанные замечания не влияют на общую высокую актуальку работы. По материалам диссертации опубликованы 44 статьи в журналах и публикованных глав. Часть работы оформлены в виде ее подтягивания. Эти публикации в интернете полностью отражают основное содержание диссертации. Результаты работы могут быть использованы в целом ряду институтов. Приводится перечень этих институтов. Посмотрели диссертационную работу и постановили, что диссертационная работа в Мажуке, Дизайне, Исице, Био-национальной ауровной филе, англической и координационных снижений на их основе геологического применения отвечает прежним положением пункта 7 положения порядка без суждений причем снижения. Представляем доказательный диссертации. А ее автор Мангуба Александрович Безуслов заслужив т.е. 10 ст.е., доктор физических наук по специальности Н2-20-3 органической силе и Н2-20-3 органической силе. В авторе сессии получил целые отзывы. Это отзыв от Болгогратского государственного технического университета от доктора химических наук профессора заслуженного деятеля науки Российской Федерации Расшивова отзыв положитель в извлечении содзем Отзыв от генерального директора научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей, член-корреспондента РАН Коварашцова. Отзыв положительный содержит следующее замечание. В переферации мало количественных данных, позволяющих оценить степень движения эффективности созданных автором соединений по сравнению с их природными аналогами. Возможно, они имеются в тексте диссертации. Диссертации работы широко освещены в рейтинге «Узоумерный» и «Отечественные» журналы, докладываясь на российские международные конференции. Автор-эффератор диссертаций хорошо написан и отложит, отвечает всем предъявляемым требованиям. Диссертация «Папливное научно-исследовательное практическое значение» отвечает всем требованиям предъявляемым корпусам диссертаций. Диссертация «Узоумерный» и автор Александр Верхович Иважова вне Санкт-Петербурге с обысками. в обществе и в общее семейство наук по специальной дисциплине «Органическая силия» и «Ноги, два, два, три» «Органическая силия» Следующий от заместителя директора по научной и учебной работе в федеральном научно-техническом центре детской комитетологии и антологии гимнологии Минздрава России доктора медицинских наук профессора Грумянцева Отзыв положительный, замечание не содержит Отзыв от доктора химических наук ведущего научного сотрудника кафедры органической химии химического факультета ГРУ Карлова Отзыв положительный, содержит незначительные замечания следующего характера Следует отметить некоторые незначительные количество обечаток и неудачных выражений Все остальные замечательные и положительные Следующий отзыв Заведующего лабораторию химии Григорий Кунинбахов Института органической суммы Именно Зединского российской академии Чет-корреспондента Рам Нефатина Отзыв положительный, содержит замечание следующее В авторефературах имеется только небольшое замечание По оформлению, например, в ряде случаев список В публикации даны ошибочные сокращения названия журналов В работах 14, 18, 19, 19 и так далее А в ряде случаев названия журналов Полученные бесплатные Стройцы 99, 147 и другие представлены только в виде Моликулярных структур И очень нервные Что вы видите, понимание и строительство Сделанное замечание, конечно, не снижает ценности Проведённого исследования По своей актуальности Научение практически значило Работа Александра Георгиевича Научение следует Научение следует Просто Научение следует За следствие По Усп dairy Старшего научного сотрудника Кафедры функциональных наносистем И等 Високотемпературных материал Московского института Сталии Склава В abdomаково Воскроположители В качестве пожелания можно за Lazar something Следующее, вылователесообразное действие в автороперации частью основные результаты и выводы. Так как традиционное построение автороперации предполагает собой общий вывод по работе, а основные результаты можно формулировать в конце карты и в логических частей автороперации, хотя основные можно, конечно, и в целом, соответственно, полученные результаты. То есть мы вложим в качестве полученных результатов и самая институционная работа в соответствии с требованиями у нас в институте, доктора Семеновича Айюакова, и учителя в институте. От доктора биологических наук профессора биологического института Нигаршевой пользует положительность отзыва от заведующего лабораторией инженерно-зимологии химического факультета Нигаршева, доктора биологических наук профессора, академии философской академии института Нигаршева, отзыв положительный содержит в лечении следующее. Широкий облад областей исследований ограничен возможность более глубокого исследования манипулярных механизмов пателизируемых реакций, сравнений пателетических параметров реакций, условия проведения процесса. Эти вопросы должны стать основой военных направлений научных исследований. Институционная работа по научной жизни практически тысячи значимости относится к всеми главных. Власты филеоэкспрессионных исследований, а можно было сотрудничество, несомненное за службу, все Obesky, доктор химической наук, специалистом 2,2,2 агентургических наук и 2,2,3,2,3,4,4,5,4,5,6,5. А доктор химической наук профессор, pacif Dasimini, हим основанных биологически эффективных сведений Грина содержит замечания следующее. Замечания проводятся в применительный характер и касается целесообразности проведения более масштабных делающих испытаний. Например, получили данные частицы с магнитной метров золотой и золотой оболочкой, глава 4, и древесно отмечали потенциал для медицинских целей. Если так, к сожалению, не представили результаты, хотим ли бы биологические испытания, таких эффективных объектов в своей работе. Хотим вам бы представить диссертационные работы является завершённым испытанием научного исследования, содержащим важный научный продукт. Практический возношение результатов, ее актуальность, безнадие, и значимость не вызывающих сомнений. Диссертации требуют снижения всей положения, поэтому и снижения через суток. Безусловно, заслуживаем. И соответственно, столь семьи, золотой стичей. я думаю, что вы на них относитесь, что у нас концентрирование формы уже посчитал, что у нас сегодня на две диссертации пришло 21 обзыв на артуре не знаю, что это значит по-разному замечания, которые были в предыдущей организации по поводу ряда координационных соединений особенно тех, которые были использованы для биотестирования и сравнение структуры в растворе и в твердом теле в твердом теле при помощи данных рентгенов структурного анализа а в растворе этот процесс был изучен при помощи электронной спектроскопии ГОЭФ в виде области по характерным полосам ДД-перехода в соответствующих для различных координационных металлов тридрический, реакторический то есть в растворе данные комплексы также были изучены часть работы связана с исследованием гибирования теломераза во время ответов после доклада я на эту часть уже ответил я, наверное, не буду повторять в случае электроэнергетической реакции по действию координационного соединения ст-96 было бы целесообразно провести препоративный электролиз ранее нашими коллегами в химическом скультете был разработан электрохимический критерий который позволяет судить о процессе колокилирования байона металла и о получении из бутилядида октана октан был сфиксирован методами газовой форматографии а с использованием разработанного электрохимического критерия мы основывались на его основе а именно, появление нового бика восстановления соответствующего нового соединения и один ион – на обратном скане при исследовании отсорбации не приводится данное о количестве адсорбированных веществ действительно, для всех бифункциональных соединений не приводится данное о количестве адсорбированных молеумов а для некоторых они есть, для большинства из них они есть. Данные примерно схожи, что позволило нам судить для разных классов моделей, позволило принять эти данные едиными для всей серии бифункциональных регантов. Всё. Со замечаниями и пожеланиями БАФ-триферат для отзыва на Триферат я согласен. Спасибо. Сейчас мы переходим к отзывам официальных оппонентов, и вот те, кто бывает на наших учетных советах, знают, что у нас всегда первыми выступают дамы, но Татьяна Семеновна запросила очень удовольствоваться в основе. Наверное, хочется сказать, что это очень важная ситуация, поэтому, пожалуйста, Алина Георгиевна. Вот видите, какие бывают члены Академии, Российской Академии науки. А тут у нас красный член-корреспондент, который... А все будет в пиджаке. Все будет в пиджаке. Нет, мало того, что в пиджаке будет в пиджаке. А не на той защите. Мало того, что зайдет в пиджаке, но все время разговаривает. И члены и члены. Вообще, это из моих данных слов. Уважаемые Артем Алексеевич, уважаемые диссертационные советы, коллеги. Мне очень приятно присутствовать сегодня на вашем заседании, потому что я опалирую в Академии впервые. Я честно вам скажу, и, в общем-то, я донету большая честь. Я, так сказать, время, очень быстро постараюсь все-таки отзыв именно прочитать. Организм представляет собой систему множества комплекса образователей и легантов с определенным соотношением между ними. Нарушение баланса компонентов металл-легантов и гомеостаза приводит к развитию патологических состояний. Поэтому изучение процессов взаимодействия металл-легантов является ключом в поиску новых лекарственных средств. Отметить, что в процессах обмена веществ фундаментальную роль играет биокаталис. Причем около 30% компетентных молитвов вовремя составляет металл-ферменты. И доступное искусственное воссоздание подобных систем способно произвести технологическую революцию. Значительное число работ в этой области посвящено исследовательным процессам из-за широкого распространения биохимических редокс-реакций биометаллов и комплексов. Комплексы переходных металлов, в частности, никеля, кобальта, меди, агрессические эмиссии, содержащие элегантами, привлекают внимание следствия и в качестве моделей металл-ферментов и электроактивных катализаторов. И в настоящее время здесь есть ряд ферментов различного структурного типа, в которых в активном центре содержится один или два атома переходного металла. Большинство из них действует по механизму переноса электрона ретокс-ферментов. В этих ретокс-ферментах металлоцентр обычно имеет плоскоквадратное или цитролитическое элегантное окружение и координирован с атомом серы, азотой и кислородом с другого фрагмента молебна. Идиферкционная работа основных герчем и мажорки посвящена именно разработке подходов к синтезу бифункциональных аурофильных агрессических элегантов и координированных соединений на их основе, моделирующих активные центры, агисплодостроительных металлофильных ферментов, а также применению бифункциональных серососодержащих органических элегантов для получения самоорганизующихся водослоев на поверхности золота. С учетом вышеизложного, актуальность темы данной работы не вызывает сомнений. В работе все были поставлены и успешно решены задачи в конструировании бифункциональных органических элегантов с эволюционирующими донорными фрагментами различного состава и геометрии, а также их комплексное соединение с ледами переходных металлов, в том числе серососодержащие элеганты, состоящие из трех структурных фрагментов. Это серососодержащая группа, линкер и донорный фрагмент. Автором осуществлена адсорбция этих элегантов на поверхности ланарного золота, изъявленные свойства образующихся монослоев, пройден скрининг, полученный бифункциональных элегантов и традиционных соединений на тайкоснове на биологическую активность. Диссертационная работа, изложена на 500 страницах можно написанного текста, включает 47 таблиц, 94 сутка и список цитированной литературы, насчитывающего 365 наименований. Работа построена традиционно, состоит из введения литературного обзора главы со созложением производных собственных исследований, экспериментальной части и выводов. В литературном обзоре проводится анализ данных о метрах получения свойствах производных теоретических геталкционов и комплексов с переходным металом. Несмотря на этот высокий уровень, обсуждаемый в литературном обзоре материала, остается за неясным аргументация автора при выборе темы или литературного обзора, поскольку в диссертации значительная часть исследований была выполнена и на других гетературно-циклических системах. О них сегодня, как я могу говорить, это и незамещенные, и незамещенные производные перидины, метазола, пенсиметазола, терпиэдина, идиамина, идиамида, и сульфидов и других. Кроме того, возникает вопрос о целесообразности использования в литературном обзоре результатов собственных исследований диссертанта, которые в главе обсуждения результатов рассматриваются повторно. Основные достижения диссертации изложены в главе, посвященной обсуждению результатов. В мажорке впервые предложено использовать абсорбцию коронационных соединений на базе бикнациональных сервисов, содержащих органичных лекарств, статтерминальной группировкой, координирующей иод металл на поверхности золота с целью создания функциональных аналогов природных оксидаз и редуктаз. Данный подход открывает возможность контролировать процесс окисления или восстановления иодометаллов, например, при абсорбции металлического комплекса на поверхности электрода из золота. При выборе органического лекарства предпочтение было вводано азот и серость, содержащие лекарства, которые способны образовывать кондиционные и эквивалентные связи с иодным металлом. В первом разделе данной главной диссертационной работы в соответствии с методологией исследования была разработана статуя и синтез органических бикфункциональных лекарств различных структурных типов. Это теазолины, теогидрессионы, фолипперидины, амина, имина и амиды, сульфиды и другие. Выбор фрагментов, осуществляющих координацию металла, убедительно обосновывая маску. Все синтезированные лекарства имели в составе терососодержащий фрагмент, необходимый для абсорбции на поверхности золота, донорную группировку, способную скопировать ее на металл и связывающие эти группы фрагмент линкер. В качестве линкер-керов использовались полиметиленовые, арильные, алкилоинные, алкоксиарильные, алкоксикарбонильные и винил арильные группировки. На следующем этапе работы автор осуществил конструирование новых кондиционных соединений на основе ранее полученных органических лекарств. Все лекарства были разделены на структурные типы в соответствии со свойствами донорных систем. Для большого числа синтезированных кондиционных соединений произвело структурное электрохимическое исследование, а также изучено каталитическую активность в реакции инфосидирования алкенов и фосфинов под действием герекиси водорода, кислорода и гелиотазопинзола в том числе для комплекса кобальта, ковалентно иммобилизированного на поверхности сверхшилкового полистирола. Интересно отметить, что в ходе выполнения этой части работы была обнаружена возможность использования кондиционных соединений кобальта и меди с производными два эксиро-гидансионов для катализа превращения оксида азота в молекулярный азот в условиях каталитической реакции в монослое адсорбированного кобальта. На примере комплекса 5-арилов-метилензо-замещённых два ксиогидансионов с кобальтом 2, закреплённого в монослое цицитил-териметиламмони бронита, была установлена предполагаемая схема процессов протекающих в электрохимической ячейки. Очень важной частью работы является изучение физиологической активности околочных соединений. В качестве основной модели для биотестирования была выбрана таламеразов фермент, добавляющий особую повторяющуюся последовательность ДНК на участках таламера. Большая часть низкомолекулярных ингибиторов данного фрагмента содержится в своём составе сопряжённую кванарно-ароматическую систему, способную взаимодействовать со структурой G4 квадроплексов, локализованных на концах половины. Исходя из геометрического строения, полученных в работе производных а также присущих им электронных характеристик, автор предположил, что данный класс соединений, а также кондиционные соседние на их основе могут связываться с G2 квадроплексами. Для подвижения данной гипотезы первоначально было проведено качественное моделирование со совпадением геометрических параметров квартетозистых оснований и полученных комплексов, показавших их близкую геометрику. А затем протестировано ингибирование целомеразы, полученных ссоединений. Был произведен анализ назначений IC50 и установлено соотношение структуры активность для земных и содержащих комплексов терпетонсионного фрагмента. Обнаружено, что для наибольшего эффекта изгибирования каталомеразы необходимо наличие в леканде аллельной группировки в третьем положении, два терпетонсионного цикла и оптимальный линкер, связывающий два терпетонсионного фрагмента должен содержать два атомных бюро. Для соединения лидера комплекса, содержащего два иона медиа в разных сетнях окисления были дополнительные эксперименты по исследованию селективности по отношению к другим экспериментам. И установлено, что оно является селективным ингибитором тономераза. Знамочительная часть диссертационной работы мажорки посвящена исследованию абсорбции синтезированных элигантов и комплексов с переходными на поверхности зоны. Для ощущения абсорбции использовались различные физико-химические методы, такие как измерение краевых углов на натекании, гаспетероскопии отражения циклическая вольт-амперометрия, измерение статистического изгиба контеливера, электронная статистикоскопия в УЭФ и видимой области, метод динамического рассеяния света и просвечивающая электронная минитоскопия. Автором было определено оптимальное время квалификации по поверхности золота различными легантами. При этом, в качестве гриферия сравнения строения модельного комплексного соединения в растворе и его аналога на поверхности была использована величина потенциала окисления и восстановления металла в составе металлокомплекса с модельным легандом и аналогичного комплекса с содержащим легандом, ассорбированным на электроде из золота. Кроме того, в ходе выполнения работы было установлено, что строение металлокомплекса экополепности в большинстве случаев не зависит от последовательности операций его получения именно ассорбированного на комплекс. То есть получение комплекса а потом ассорбция или сначала формирование слоя элеганта на электроде из золота и последующая ассорбция солиметалла из разного корпуса. Вообще, идея использования монослоев кондиционных соединений для моделлерной работы очевидно восстановительных металлокомплекса металлокомплекса нефрит редуктаза. Важно отметить, что авторам удалось создать низкомолекулярные функциональные модели ферментов эффективно работающие в мягких условиях. Интересные исследования авторов по изучению перегруппированных циклопропилов замещенных бенциметазолов и гидрогидологинидов циклопропилотиазолов и последние оказались более реакционоспособными и перегруппировались в расплаве с образованием бромитоотиазоли. Были осуществлены попытки ввести в исследовую перегруппировку других циклопропилот азолов, однако бенциметазолы аксидазолы и гидрозолы либо образовывались в соединении много структурного типа, либо давали сложные смеси грудно-инвестицированные продукты. Отдельный раздел диссертационной работы посвящен изучению аксорбции функциональных легандов на поверхности наночастиц золота. Авторам предложен новый способ получения агрегатов наночастиц наночастиц с ионами переходных металл. Преимуществом предложенного метра является возможность контролируемого получения ансамблей наночастиц различной степени агрегации. Наконец, авторам впервые было показано, что в случае наночастиц железа и золота слабые низкочастотные где-то 50 герц анекреющие магнитные поля могут воздействовать на конформацию и активность молекулы инфермента, ковалента и мобилизованного на поверхности магнитные наночастицы. Обнаруженный эффект может быть использован при исследовании динамики и сценариев биохимических реакций методами нанохимической силовой спектроскопии при объяснении механизма влияния слабых магнитных полей на живые организмы для адресной доставки лекарств при диагностике болезни. Таким образом, авторам проделана большая по объему научной значимости работа, которая вносит существенный вклад в органическую биохимическую химию и имеет значительную научную ценность. Новизна полученных результатов состоит в предложенной авторам новой методологии создания исследований металлокомплексных в поверхности, заключающейся в систематическом изучении дискретных для адсорбированных на поверхности золота, структурно-подобных корреляционных соцветлений, в формулировке структурных критерий и функционального органического разработки препаративных методик получения таких лекантов различных структурных типов и синтези серии дискретных и полигерно-коррупционных соединений целого ряда металлов, о которых здесь говорилось. им открыто новое медь катализируемое превращение в виду металлокомплексных содержащих чертов и гидранционов. Впервые осуществлена модификация поверхности золота, синтезируемые сервисы содержащие металлокомплексные инвалент коррупционные соединения различные производства. Практическая значимость связана с разработкой общего подхода к синтезу сервисы содержащих и функциональных элегантов, со созданием новых материалов и перспективных с точки зрения дальнейшего использования в медицине, молекулярной электроники и хроматографии, получение эффективных ингибиторов фермента Достоверность полученных результатов и сделанных выводов не вызывает сомнений. Работа выполнена на высоком теоретическом и экспериментальном продуктах надежно доказано комплексом физических методов исследований. Материалы дистанционной работы автора хорошо апробированы как в России, так и за рубежом. Они неоднократно докладывались на престижных российских и международных научных формах. Основные результаты опубликованы ведущим российских и международных журналов, в том числе имеющих высокий барфан . Всего список и публикаций насчитывает 44 статьи, в том числе два обзора, 63 докладов и три патента встречаем международных. Следует сделать несколько замечаний, которые выносится скорее частей коррекцией и не умаляет общего положительного впечатления от работы. Первое. Один из разделов дистеркционной работы посвящен созданию гибридных ссоргентов, которые могут быть использованы для гравитографического анализа различных систем, в том числе важных лекарственных средств, это бета-блокады. Однако при анализе эффективности полученных ассоргентов базируется только на собственных результатах, не приводя иные данные, в сравнении с которыми позволило бы реально оценить перспективность вот таких новых ассоргентов. Второе. Дистеркционная работа выполнена в первую очередь в области органической химии. Поэтому для оппонента не совсем понятен специальности биоорганической химии в качестве основного. Третье. По мнению оппонента выгоды бывают четыре мысли общие ассоргентные характеристики. Они могут быть распространены на любые классы кетероциклических систем и их комплексов с переходным металлом в обществе и не относящиеся к теме проведенного исследования. В диссертации несмотря на тщательность оформления имеются специалистические неточности ошибки опечатки здесь приводятся страницы сделанные из замечаний как я уже сказал не носятся принципиального характера и не затрагивают общее положение диссертационной работы. диссертация Ассан Герджи Мажук представляет собой цельное и завершенное научное исследование имеющее перспективы практического использования. В результате проведенной работы авторам сформулировано новое научное направление с переходных металлов с органическими аурафильными лигантами функциональными моделями активных центров металл считая что диссертационная работа Ассан Герджи Мажук по новизме адекватности научной и практической значимости полностью отвечает профессионным требованиям пункта 7 положения порядка присуждения ученым в степени высшей институционной комиссии предъявлено докторским диссертациям. Работа заслуживает высокой оценки, а ее автор присуждения ученой степени доктора химических наук по специальности 0.2.0.0.10 гиперметической химии и 0.2.0.0.0.3 гиперметической химии авторикратные публикации полностью и правильно отражаются в содержании диссертационной рассвещения. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович. Касательно замечание связанного с выбором темы литературного обзора большая часть диссертационной работы посвящена синтезу она занимает самый большой в размерах по синтезу легантов так и комплексной сетки в связи с этим обзор посвящен разработке методов синтеза теогидантаин помимо этого теогидантаин проявляет различную биологическую активность и необходимо было также уделить этой части этому разделу в литературе достаточно большое место теогидантаин природные соединения поскольку одна из специалистов генетической химии мы уделили этому отдельное внимание что касается хронографического анализа нового типа сорбентов да, есть в литературе примеры естественно есть коммерческие колонки которые задержат как бычий сыворочный документ в связи с этим мы выбрали данные биомолекулы для адсорбации на поверхности в реальных случаях наблюдается лучшее разделение на коммерческие колонки однако наша достоинство заключается в том что процедура седоза таких сагментов она более удобна в препаративном плане а также мы провели достаточно простой анализ цены со сравнением с аналогами аналогичными и наши колонки оказываются не зря то что у них есть золото более коммерческий выбор естественно надо оптимизировать время удерживания разрешения пиков но уже сейчас их можно использовать для анализа реальных образцов лекарственных препаратов относительно выбора специальности биоорганической химии в качестве основной соответствуют с требованием лакуум при органической химии в рюкликатах 3123 биорганической химии природно органическими соединения и их синтетические аналоги. Также в этот же рубрикатор в год пункт входит в два пункта 547.9. Органическая химия, химия природных соединений, 577.1. Биохимия, биогенческая химия, общий вопрос. Поскольку в работе очень большое внимание, большее внимание было уделено разработки синтетических подходов к производным теодантаином, природным соединениями в логически активных соединений. Исследование ингибирования ферментов, получение структурных моделей активных центров металлоперментов, которые расширяют наше представление о функционировании металлоперментов. Исследование отзорности белков на носителя. Разделение нантимеров, что тоже является объектом изучения биоорганической химии. Исследование процесса влияния магнитных полей на биохимические реакции. Также есть специальный рубрикатор ВАГ в области нанотехнологии, в котором написано, что в биоорганической химии наноструктур природные органические соединения или их синтетические аналоги в нанотехнологии и ВАГ рекомендует использовать специально с 0.2.0.0.10 в качестве основной данного случая. Поэтому в связи с этим была выбрана биоорганическая химия. Что касается вывода 2.4, который сформулирован достаточно общим, при написании ситуационной работы мы разделяли понятие вывод и результат и более мелкие результаты. Они там тоже, они всего 12 выводов. А вот эти два основных, по первому выводу, созданы новые направления, второй и четвертый вывод, да, они очень общие, но действительно, они могут быть применены для синтеза. Второй вывод относительно синтеза сероснежащих глигардов, то есть разработанная процедура для их получения, а также действительно было выполнено многоплатное исследование, включающее комплекс изучения физико-химических свойств координационных синей переходных металлов, ассорбированных на поверхности и не ассорбированных в поверхности. Это было сделано нами впервые, поэтому мы сформулировали пункт 4 как вывод. Спасибо большое. С остальными уважаемые коллеги, я очень рад поступать в этом зале, где я вижу множество знакомых мне лиц, специалистов в самых разных образцах химии. Это неудивительно, поскольку наш диссертант, в общем-то, его работа – это работа на стыке самых разных наук. И по образному выражению Смеянова, это самая работа, которая на стыке наук развивается, исходя из какой-то одной точки роста. Он очень коротко сформулирует свою цель, то чтобы рост ситус аурафильных бифункциональных легандов, которые способны к координации с лёным переходным металлом, и тем самым оказывается возможно моделировать действия различных металлоферментов, в основном отечественного установительного характера. Как? Ведь в настоящее время достаточно большое число работ, связанных с наночастицами золота, с золотыми поверхностями. Кстати, вот известно, что палладий гораздо дороже золота. И вот химики в шутку считают, что на самом деле это они внесли в основной вклад в ценообразование палладий. Поскольку у них было синтезировано огромное количество палладий и каприлизаторов, прекрасно, которые ведут целый ряд реакций, в том числе геосимметрических. И вот теперь химики, наш уважаемый экземпляр, занялись золотом. Следует ожидать в конечном итоге такой же реакции палладий. Поскольку тема сформулирована очень кратко, но на самом деле она открывает очень большую, обширную область. И, в общем-то, это и выразилось в написании очень большой, объёмной диссертации, которую я некоторым присутствующим, которую, может, не все видели, хочу показать. Это 500 страниц, в общем, прекрасно оформленной большой синтетической работы, в которой есть всё, есть множество различных физико-химических методов. И такую работу мог поднять, организовать человек, который сам довольно организованный, и который, кроме синтетических способностей, должен обладать либо большим количеством приборов в ближайшем расположении, либо большим количеством друзей, которых он смог вдохновить этой идеей, которую он выглядел. На самом деле, судя по тому, что мы сегодня услышали, Тарчил и оказалось, поскольку у него достаточно большое число совместных исследований, которые подходят под этот общий план, под общую канун. У меня в соответствии с этим большим томом и такой же достаточно большой отзыв, но позвольте, подключите, вот, Андрей Георгиевич, не зачитывать мне его полностью, поскольку уже он достаточно полно это всё проанализировал, а я постараюсь больше, наверное, останавливаться на органической части этого исследования, ну и перечислить те недостатки, которые, вот, я, на мой взгляд, заметил, а уж как он их оценит, по-видимому, наш уважаемый диссертант так вот внимательно подготовился ко всем недостаткам, которые я ему высказал, так же, как он детально проанализировал все вопросы, которые ему задавал реагирует. Итак, значит, ну, если упомянуть литературный обзор, у меня тоже поначалу было впечатление, что как-то вот тематика непонятна, но поскольку он очень большой, обширный, то к концу прочтения этого обзора я понял, что, в общем-то, это довольно обоснованно, потому что теогидантаины, несмотря на древнюю историю их изучения и вообще реакции многочисленных, которые, казалось бы, давно известны и являются классическими, тем не менее, вот, диссертанту удалось с привлечением самых последних работ, самых последних методов, которые используются в синтезе гидантаинов, сделать довольно свежий обзор. Вот. Посвященный синтезу гидантаинов, их 5-аилен и алкилен производным, их биологическому использованию и так далее. Поэтому он выглядит очень современный, даже, можно сказать, готов к этой длинной публикации. И мне лично он облегчил дальнейшее чтение диссертации. Вот. Поскольку основные леганды, которые были, основные леганды, которые в дальнейшем в совокупности с металлами оказывали некое каталитическое действие, они как раз исходили из тех гидантаинов. Однако, если исходить из той последовательности, которую излагал в своей диссертации Мажуган, наверное, нам начать с наиболее простых легандов. Это леганды, производные метазолина, то есть различные серо-содержащие производные метазолина, перидина, терпиридина. Вот. В соответствии с общей такой направленностью самой диссертации обсуждения результатов он последовательно вот эту схему модификации простых гетероциклических соединений, способных комплексообразованию, постепенно, все усложняя эту систему, переносил на все более сложные цепочки гетероциклических соединений. Так вот, в первой главе это были рассмотрены соединения, как я уже сказал, бимдазола, перидина, терпиридина. Потом, после синтеза следует их дальнейшая модификация, получение координационных соединений абсорбции на золотой поверхности, доказательства ее существования и попытка каталитических реализаций катализа с этими системами. Вот. Если брать, значит, вот терпиридин, там очень интересный получился катализатор, который оказался активен в реакции окисления третбутилфенола. Вот. Это был один из последних слайдов, и вы знаете, вот этот вот продукт, который получился, он обладает осевой хиральностью, то есть получился анерцимический продукт. Жалко, что вы его, конечно, хроматографически не посмотрели на своих потрясающих колонках, это было бы, свергло бы эти части работы. Но вот как можно было здесь, вот, к сожалению, здесь проявляется вот тот недостаток, то, что я считаю, недостаток работы, то, что, получив хороший каталитический результат, он в дальнейшем его не развил на этих примерах. Ну, здесь логически напрашивается после этого, допустим, окисление нафтолы. Нафтолы – это выход на бенолы, самые известные сейчас спиральные катализаторы, способ получения которых, как раз обычно, отдельный способ, связан с окислительным и настоятельным процессом. И ваш комплекс мог оказаться в этом случае исключительно полезен. Обязательно попробуйте нафтолы, альфинафтолы. В этом случае возможна демеризация и выход на подобные структуры. Естественно, все комплексы, интересные комплексы, комплексы, которые катализируют реакцию, они были бы еще более впечатляющие результаты, если бы ему хотя бы на одном пойме удалось бы продемонстрировать вот эту прекрасную взаимозаменяемость этих, и возможность модификации два тела гидантаинов с тем, чтобы ввести туда какой-то хиральный цепь. Тогда бы мы получили хиральный катализатор, и тогда бы работа заиграла новыми красками. Но, наверное, я, может быть, хочу слишком большого от работы, которая шла с нуля, для которой первоначально необходимо было провести огромную работу по синтезу этих леганов, отобрать эти леганов, получить координационные соединения с ними, посадить на золотую поверхность, и так далее, и так далее. Поэтому это скорее я хочу побудить автора в дальнейшем заниматься этими вопросами. Другая интересная каталитическая система, которая была им получена, также кобальтовая система, которая привела к реакции эпоксидирования, которая прошла тоже достаточно интересно и позволила получить эпоксидные производные ряда алкинов, причем с хорошими выходами, в том случае, если данный катализатор был иммобилизован. Данный результат, повышение выхода в два раза в результате иммобилизации, неожиданно, и не получил должного объяснения в диссертации. Что там может быть, либо какое-то кооперативное взаимодействие с подложкой, либо образование каким-то образом близкорасположенных комплексов, и тем самым какой-то дефункциональный катарис, сейчас сложно сказать. Но этот вопрос был обойден, к сожалению, диссертантом своей работы. А здесь, кроме всего прочего, раскрываются и другие возможности, возможности эпоксидирования других протиральных систем. Например, интересно попробовать. Это стирольные производные, где возможно образование от этих протиральных центров, и опять же, в простой модификации ваших реагентов, выйти на более современные, более интересные структуры. Ну, это следующий этап, по-видимому, вашей работы. Постепенно, усложняя и усложняя систему, он переходил к производным терзорам ледина, дальнейшим к четырехзменным легандам, легандам Н2С2 типа, то есть десульфид диаминным, диаминным, диаминным. И именно эти комплексы оказались интересными, как потенциальные, как показано электрохимическими и другими ухищрениями, потенциальные катализаторы алкилированных. Мне жаль, что все-таки не было продемонстрировано каких-нибудь препаративно-химических примеров. Ну, возможно, какое-нибудь алкилирование теологов, возможно, алкилирование, я не знаю, реагификации, может, эфир, аминокислот, может быть, даже, кто знает, может быть, целое алкилирование, широкое основание аминокислот, где достаточно высокое царь кислот. То есть возможности раскрываются в результате вот этой работы очень большие и очень интересные. Ну и, учитывая то, что у него достаточно большая научная группа, с которой я успел ознакомиться совсем недавно, на конференции, и которая достойно защищала своего руководителя и ответа на вопросы. Вот. Все это результат дальнейших исследований. Переходя к абсорции, тут вопрос очень сложный, и для меня во многом непонятно были, очень сложно было истолковать результаты технических исследований, которые были, насколько прошла абсорция, насколько закреплено это, хотя ему удалось, судя из полученных данных, даже в какой-то мере рассмотреть механизм этой абсорции, как это изменяется. То есть сначала садится легант и азотом, и серой, потом происходит некое восстановление, и остается одна сера, и так далее. Но мне кажется, вот для более детального исследования следовало появлечь рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию, тот метод, современный метод, который есть в нашем институте в НЕОСе, который позволил бы более четко сказать о том, насколько прошла абсорбция, какое количество молекул реально абсорбировалось, как, каким образом, и даже, может быть, определить количество состава самой поверхности. Данный метод, в общем-то, это позволяет. Ну, я не буду затрагивать ферментативную часть, я очень надеюсь, что Татьяна Семеновна или по-другому это откажет, как специалист, и, может быть, в какой-то мере еще хочу поберечь ваше время, потому что говорить про эту диссертацию можно очень много, очень много интересных вопросов. Я остановлюсь вот, ну, магнитные вот эти свойства, тоже довольно необычная вещь, не совсем понятная. Здесь, по-видимому, происходит какое-то изменение конформации самого фермента, возможно. И хотел бы, конечно, про это услышать подробнее, но у нас сейчас нет времени ни для анализа этого, ни для более детального рассмотрения. Я только остановлюсь на последнем разделе, который связан с получением новых геральных хроматографических носителей. Очень хорошие результаты, достаточно хорошее разделение, хотя и авторам, на мой взгляд, пока не показана стабильность образующихся носителей, и их термостойкость, допустим, их, ну, сколько термостойкость, сколько их стабильность и сколько воспроизводимость результатов. Вот. И, кроме того, там еще была небольшая неточность, там один из бета-блокаторов имел не один асимметрический центр А2, а для него хроматографические характеристики выглядели как наличие только двух и на антеммерах, а при наличии двух асимметрических центров или должно быть четыре. При разговоре с диссертантом выяснилось, что он видел все четыре дестеромеры. Это, в общем-то, прекрасный результат, потому что не всегда в жидкостной хроматографии мы можем видеть все измеры. Жалко, что он это более подробно не описал, не рассмотрел. В общем, диссертации очень много интересных такого рода новинок. Ну, я-то так получил, что я в основном рассказываю критические замечания. Ну, я хотел бы вас уверить в том, что это в основном замечания, так сказать, связанные с большим интересом к работе, который выявился, честно скажу, постепенно в процессе ее прочтения, потому что сначала объем диссертации мне немножко шаражил. Но вопросов очень много новых там открылось, и это, естественно, вот для такой дисциплинарной работы. Замечания, поэтому, позвольте ограничиться от небольшого характера. Вот одно было смешное высказывание противоположная физиологическая активность промежутного, самой диссертации. Но хотелось бы мне лучше на положительной ноте завершить той фразой, которую наш уважаемый диссертант сказал в своей речи. Позвольте мне ее зачитать. Ферментативный каталиск, скорее, не объект моделирования, а источник идей, способных помочь в создании более эффективных физических авторизаторов. По-моему, прекрасная мысль. И, в общем-то, данная работа, она характерна богатством идей, которых, по-видимому, сам диссертант, его консультанты заразили большую группу людей, участвовавших в этом исследовании. Ну, как вы понимаете, я полностью удовлетворил с этой работой. Я согласен с тем, что уже говорил сегодня о том, что она полностью соответствует той цели и выполненной цели, которая была поставлена, что автоэфферент соответствует самой работе. Большое количество публикаций отражает во всем объеме эту самую работу. Ну и в соответствии с пунктом 8 нашего уважаемого Гака по-моему, 8 теперь. А, теперь 7. Ну да, в соответствии с этим самым пунктом она удовлетворяет с тем требованиями Гака ну а... Ну надо было читать, наверное. Поэтому я надеюсь, что вы посетитесь к моему мнению и будете считать, что диссертант достоин присвоения ему звания доктора химических наук, причем по двум специальностям. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Александрович. Кто-то, по-моему, замечаний таких не было, были рекомендации, пожелания. Мы в настоящее время изучаем и получены гагганты, служащие генеральной группировке в асимметрическом катализе. Метод РФС был использован. для ряда координационных сетей ассорбированных приоритезов доказали образование хворебных среди серозов по характерному значению электрон-гольф. То есть здесь это было сделано. И вот последнее было замечание. У меня есть, но тут очень много выхода продуктов. Вот было замечание по поводу РФС, я себе сказал, данные по поводу стабильности получаемых генеральных систем. Получаемые сарбенты стабильны в течение полугода, потеря их аналитических характеристик 4%. То есть вот что я хотел сказать по поводу стабильности. А с остальным согласен, со всех пожеланиями будет реализовывать. Хотел, Феден, пожалуйста. Саша, а можно ты мне ответишь, что я очень больно из-за проекта. Я его выпрямляю, а то он переберет. А у меня тут и один слайд ответ на вашу... Я хочу протянуть маленькую ниточку от защиты этой и защиты, которая у нас была первой. Потому что, в принципе, мы уже начинали на первой защите говорить об олигонуклеотинах как лекарствах. Так вот, с открытием в 80-х годах прошлого века антисенсовых олигонуклеотинов ученым и врачам, наверное, медикам казалось, что пул лекарственных препаратов пополнится олигонуклеотидными лекарствами, которые будут гораздо более направленными, чем низкомолекулярные соединения. Однако, к сожалению, к настоящему моменту лишь два из них, это Витровен и Макуген, первый только является антисенсом, а второй лавой, ловушка, они действительно вошли в практику как лекарственные препараты, но, тем не менее, нужно заметить, что с открытием малых интерферирующих РНК, а также микро-РНК, вот отрасль производства олигонуклеотидных лекарств, она получила второе дыхание, в настоящий момент только РНК, олигонуклеотиды, порядка 25 из них находится на разных стадиях клинических испытаний, и примерно столько же на основе модифицированных ДНК. Но, тем не менее, поиск биологически активных соединений, которые могут выступать в качестве лекарственных препаратов, он никогда не прекращался и продолжается, потому что в первую очередь эти соединения легче синтезируются, более доступны и в производстве более дешево, как правило. Ну, что касается проблем, то проблемы, наверное, существуют у тех, у других. Что касается ферментов, то можно сказать, что, конечно, вся наша биотехнология построена на использовании всякого разного вида ферментных препаратов, тем не менее, вот ферменты, которые катализируют процесс экстремии и восстановления, металлозависимые ферменты, они действительно работают в живых и неживых системах весьма эффективно, и сконструировать катализаторы на основе органических соединений, которые бы выполняли те же функции и работали примерно с той же эффективностью, было бы очень здорово. Поэтому, естественно, что работа, направленная на конструированные соединения, которые могут выступать в качестве катализаторов, ингибиторов, обладать биологической активностью, она, безусловно, актуальна. Поэтому, основные направления, как уже говорили, работа Александра Георгиевича, это конструирование гетероциклических соединений, несущих функциональные группы, каждая из которых несет определенную функциональную нагрузку. группы, которые образуют металл, координируют с металлом, да, и координационные средни с металлом. Это группы, которые могут быть, в них введен заместитель, который влияет на физико-химические свойства, на электро-химические свойства и на физиологическую активность. И поэтому можно сказать, что в отличие от методов перебора библиотек и поиска среди них биологически активных препаратов, здесь в работе действительно она отличается тем, что это совершенно направленное конструирование соединений. Причем, вот интересно, я только подчеркну, что координационные соединения, полученные с помощью, ну, допустим, 2-тирогидантаинов, они структурно зафиксированы. То есть, они, конечно, не являются, ну, как, моделями ферментов, природных ферментов. Они просто структурно организованы аналогично в некоторых случаях организации активного центра фермента, когда является необходимым там, атака нуклеофила или уход какой-то группировки. И в этом, собственно, действительно заключается вся вот эта проблема. Ну, я говорю третье, поэтому мне, собственно, не буду я много говорить о работе в целом. На мой взгляд, она состоит из трех частей. Это часть, в котором демонстрируется свойство производных гетеросиклических соединений разлеточных классов раствория и, собственно, их комплексных соединений с различными металлами. Это реакция на поверхности и демонстрация разработанных методов мобилизации синтеза соединений на нано-частицах, собственно, вот то, что касается фронтографии и магнитных частиц, которые могут регулировать активность фермента и использоваться в качестве и достаточных. Ну, что я, собственно, о достижениях, я уже так, ну, говорили, что я, наверное, говорить не буду, а я буду параллельно говорить о достижениях и о том, что, как бы, в чем, что у меня, ну, что бы мне хотелось видеть в этой работе или в чем я вижу ее недостаток. Ну, вот, литературный обзор, да, два тела, это нано-инно, да, все это замечательно, тем не менее, там есть такая глава в биологической и биологической активных этих соединений. Соединения известны давно, там чуть ли не параллельно открыты с противотуберкулезным антибиотиком с триткомицином, и тем не менее, вот при анализе этих данных очень бы хотелось понять, почему ни одно из этих соединений, которые проявляют там противораковую активность и масса всяких других не стало лекарственных препаратом, и в каком направлении тогда нужно двигаться для того, чтобы все-таки внедрить их в практику. Что происходит? То ли там, ну, растворились вроде бы комплексные соединения таких тканистов растворяем? Ну, или они там токсичны для клетки или что-то, но, по крайней мере, вот такого анализа в литературном обзоре для того, чтобы подойти лучше к постановке задачи данной работы мне немножко не хватило. Ну, сейчас я там у меня такое замечание по поводу каломераза. Собственно, тут все уже сказали. Я понимаю, что это замечательная работа, что ингибитор от фермента это очень здорово. Ну, вот в этой части работы с точки зрения моей мне бы не хватило во-первых вот картинки с ДНК, но Саша ответил на этот вопрос, потому что производные аннуалетным медифенатуролидом, они изостромтурные с соединением 2-ти донтоины, поэтому могут гидролизовать ДНК, поэтому это вопрос вполне резонный. Ну, и тоже вот токсичность в диссертации не написана для этих клеток была ли там во всех ли была для нераза и цитотоксичность для здоровых клеток, потому что, наверное, это важнее, чем цитотоксичность для клеток, которые раковые. Ну, здесь, я думаю, что в конце концов это начало работы, будет продолжение, и думаю, что будет очень замечательный финал, тем более такой кооперации, в которой работает Александр Геонович. что еще, ну, про картографию и сравнение с носителями, к сожалению, вот этого тоже в работе нет, ну, я бы сказала, что при изучении там каталитической активности выделяли соединения, но вот Косте не хватило, почему не поделили на колонках, а мне так лично просто не хватило, чтобы это соединение было выделено, потому что часто это фиксируется по пику на вольтамперограмме, и собственно самому себе соединение выделено не было, и его структура таким образом для меня, например, не подтверждена. Ну, там все остальное, еще вот мне хотелось тоже, кстати, перетинное соединение, когда зависит от структуры, зависит его активность восстановительная, но вот как-то проанализировать, если этот факт говорится, он о нем нужно, его нужно немножко объяснить. Ну, что я хочу сказать, что, конечно, это вот такой классический пример современной работы междисциплинарной, где и для продвижения работает для анализа соединений процессов. Все какие возможны химии, биологии привлечены, там, биорганическая, органическая, коллоидная, электро, ВМС и так далее, так что все это вот замечательно. Ну, поэтому, безусловно, я хочу сказать, что это и сложный синтез, и грамотные интерпретации, разнообразие методов, и работа, безусловно, заслуживает, она была ценна как докторской, и, безусловно, Александр Георгиевич достойный присвоения искомой степени, а еще с этой диссертацией у меня получилась такая забавная история, я как в школе читаю «Войну и мир», девочки читают в основном «Мир», а мальчики в основном «Войну», и я решила, что имея двух впереди оппонентов замечательных органиков, я не буду читать часть органической химии, а почитаю в основном «Применение», и надо сказать, что то ли мои корни органические дали себя знать, я все-таки кандидатству тоже с официальной органической химии, то ли уж написано довольно замечательно, но вот просто высокорганического синтеза на меня произвел совершенно неизгладимое впечатление, вот можете себе представить вот это два тела гетонтаин, за этим стоят заместители от структуры этого комплекса, он дает комплекс медиа с сохранением вуалентности, с изменением вуалентности, либо ядерный комплекс с атомными медиа разной вуалентности, но это просто какая-то вуалентности. Так что вот я вам все сказала, спасибо большое за динамом. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. На замечание связанное с хромографическими параметрами я ответил на замечание Леониду Голливудовича. Что касается электрохимических характеристик элеганов, в соответствии от количества, в зависимости от длины углеводородного лида, кремежно-атом кислородной серы, меняется потенциал введение более донорной пробировки позволяет приводить к более раннему восстановлению комплекса в принципе легатно, что в принципе логично. Что касается биологической активности тюгентоинов, в настоящее время порядка 7 тюгентоинов находится на разных стадиях клинических и доклинических воспитаний, и был один препарат и был один препарат, который сейчас не используется, фенетанин, его производная противосудочный препарат, он использовался. А с остальным замечанием согласен. Спасибо. Так, он хочет выстроить личную заинтересованность потому что сотрудничаю с Александром Георгиевичем, но прослушив этот доклад я понял, что эти могут в вашем сале, а мы половина присутствующих в этом сале, поэтому я начал с того, что было в былые времена. Мы смотрели на структуру тех или иных биологических молекул и думали, что вот если нарисовать такое соединение, то оно, наверное, будет иметь какую-то биологическую активность. Потом мы вздыхали и говорили, ну кто же нам это соединение синтезирует? Мы догадывались, но не знали наверняка, что где-то есть замечательные химики-органики, которые тоже смотрят на синтезированные соединения, вздыхают и говорят, ну кто же нам протестирует биологическую активность этого соединения? Вот. Я очень рад, что в жизни лаборатории, в которой я работаю, появился Александр Георгиевич, который, в общем, осуществляет все это взаимодействие. Ему можно сказать, что вот нам очень хочется такое соединение, и что он сделает. И наоборот, он часто приносит какие-то соединения и говорит поищить в них биологическую активность. Вот. Но до сегодняшнего дня я был подобен одному из групп слепых, которые из известной притчи описывают слона. Я не видел всю картину, так сказать, всю панораму того, что делает Александр Георгиевич. Вот. И теперь я практически уверен, что Александр Георгиевич сам является универсальным практически линкером, который объединяет совершенно разнородные группы ученых в сеть, имеющую функциональный смысл. Вот. В связи с этим я призываю голосовать за присуждение Александра Георгиевича и с помощью. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы выставить. Сергей Михайлович. Я приехал до того, как Александр Георгиевич нас их поблагодарит за терпение. Я хотел бы его поблагодарить за очень интересный доклад, за очень интересную работу. И, дорогие коллеги, я не только в этом совете работаю, честно говоря, есть тенденция, когда диссертанты стали плохо вещать. Вот надо иметь уважение к ремеслу. Это комплекционная работа. И вот сегодня мы видим такой очень серьезный том. Мы видим блестящий доклад. Я считаю, что вот это должно быть такое простовое работа, и, в общем, как ремесло свое надо уважать. Когда 7 лет назад, ну, вы знаете, рыжий человек у нас получил там огромные деньги с государства и появилось слово «нанотехнологии». Вот, я сегодня ехал там около Кремля и к Украине на партнерной песне. «Нанотехнологии вы уходите за руками». Вот, 7 лет назад в НФФИ было представлено 700 докладов, 700 докладов, не докладов, конечно, а заявок, так или иначе спекулирующие на столе «нано». Ну, дикие совершенные вещи, один из вещей была, значит, наночастица золота и серебря из медицинского учреждения предлагали водить пациентов для изучения функции эритроцикла. Нажмите, вы хотите использовать. Вот, сегодня, значит, я вот ту часть, которую нано, я посмотрел, здесь употребляется, очень хорошо все сделано. Задача бетхимика не в том, что, казалось, я обсередателю, чтобы продемонстрировать, что реакция может идти на том или ином направлении, а доказать структуру соединения, структуру комплексов. И когда, значит, вот показывают гусиану распределение на частиц, в общем, часто это бывает очень печально. Вот тут вот с десятыми нанометров охарактеризованные частицы охарактеризируют структуры. Вот, я еще раз благодарю вас за прекрасный доклад, было очень интересно, что-то да. Стас, кто-нибудь еще поделал? Что-нибудь сказать? Да, на чекологии путь золота. Так, ну тогда я буду завершать, значит, не только хочется сказать, вот прежде чем мы, я надеюсь, так сказать, единогласно, или во всяком случае, единодушно сделаем, Александр Георгиевич, дважды делаем, да? Значит, мне все это хотелось бы еще сказать, пару слов о том, о чем начала говорить Татьяна Семеновна. Когда коллеги Саши Мажуldи пришли, с которыми он работает на как-то, нехеми-природные соединения, пришли вот с таким вот, такой идеей, что вот неплохо бы ему защитить дезертацию у нас, я, честно говоря, отнесся к этому с большим энтузиазмом. Почему? Потому что меня всегда волнует вот эта проблема наших корней. Сейчас я говорю, так сказать, не о вас, органиках, которых, то есть, большинство, а тех, кто работает в области биорганической химии. Мы все пришли из химии, конечно, и химики очень легко осваивают биорганическую химию, независимо даже от того, органики они там, или физической химией, занимались еще чем-то. они более того, значит, очень многие химики на самом деле становятся биологами. Значит, это и хорошо, и плохо, и у них это очень запросто получается. Значит, я не имею в виду, что они там, скажем, становятся ботаниками или зоологами, но они занимаются такими вещами, как физиология, иммунология, в общем, уже типично биологическими дисциплинами. Значит, опять же, я не говорю про молеболевную биологию, потому что, с моей точки зрения, это все-таки раздел химии, а не биологии. Вот. И вот это вот, так сказать, поход назад к корням, который вот сегодня на самом деле и происходил, мне кажется, что он очень важен. Вот все-таки наши учителя, и Николай Костанович Кочетков, и Михаил Тиевич Прокофьев, и Светлана Михайловна, которым еще недавно на нашем Совете работал, и Зоя Алексеевна, конечно, Шабарова, они же, в общем-то, все химики-синтетики. Вот они этих корней не забывают. Я еще хочу вам рассказать, что вот мне Сергей Михайлович и Александр Кобеевич, нет, Александр Кобеевич, по-моему, прогуливал, кто еще был, вот Виктор Пузьмич, конечно. Значит, мы на прошлой неделе слушали блестящую работу по органической химии в институте биорганической химии, то есть по органической химии в институте биорганической химии. Я не буду, так сказать, о ней рассказывать, там речь была о получении таких принципиально новых реалистентных меток, в общем-то, тоже, конечно, для биологических исследований, но это был совершенно великолепный органический синтез. И вот я видел, как люди, которые сидели в зале, члены Совета, как у них расправлялись плечи, светлели лица, значит, загорались ярко глаза, некоторые, по-моему, даже слезу смахивали. И как они потом выступали после этой защиты, вспоминая о том, какая была органическая химия в этом институте, когда он возникал. Вот, так что я считаю, что вот это вот событие, которое у нас сегодня здесь произошло, оно очень важное, и поскольку оно очень важное, давайте переходить к консуалу. Так, предлагается счетная комиссия в составе Марина Борисовича, Елизавета Сергеевна и Елизавета Владимировича. Нет возражений? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...